Резорбируемые вещества Лимфатическую систему можно подразделить на два отдела. Первый – это пути транспорта лимфы и второй – лимфоидные органы. К путям транспорта лимфы можно отнести лимфатические капилляры, лимфатические посткапилляры, сосуды, стволы и протоки. По лимфатическим путям оттекает лимфа. Это почти прозрачная, беловатая или слегка желтоватая жидкость с умеренной шелочной реакцией. Начальным звеном лимфатической системы являются лимфатические капилляры. Лимфатический капилляр – это слепо начинающийся тонкий бесклапанный сосуд. Его стенка состоит из одного слоя эндотелиальных клеток, в которых имеются актиноподобные микрофиламенты. При скоплении жидкости вокруг капилляра микрофиламенты натягиваются и обеспечивают расширение межклеточной щели, а также поступление жидкости внутрь капилляра. Густота лимфокапиллярных сетей прямо пропорциональна функциональной активности органа. Лимфатические посткапилляры морфологически от лимфатических капилляров отличаются наличием внутри стенки клапанов и удвоением оболочки. Лимфатические капилляры последовательно переходят в лимфатические сосуды. Для лимфатических сосудов характерно наличие в стенке трех оболочек, интимы, слоя гладкомышечных клеток и адвентиции. Различают собирающие, отводящие и магистральные лимфатические сосуды. Собирающие и отводящие лимфатические сосуды следуют вдоль кровеносных сосудов, чаще сопровождая вены. Отводящие лимфатические сосуды приносят лимфу из органов в лимфатические узлы. Магистральные лимфатические сосуды проходят в составе сосудистонервных пучков и покрыты общим фасциальным футляром. Лимфатические сосуды образуют сплетение с большим количеством анастомозов и в зависимости от их распределения над или под поверхностной фасцией делятся на поверхностные, отводящие лимфу от кожи и подкожной жировой клетчатки, наружных фасций и поверхностных вен. И глубокие, отводящие лимфу от сосудистонервных пучков, от надкосницы, костей, мышц и капсул суставов. Структурно-функциональной единицей лимфатического сосуда является лимфангион. Это участок, расположенный между двумя соседними клапанами. Лимфангион благодаря сократительной деятельности и наличию клапанов обеспечивает лимфоотток. После прохождения через лимфатические узлы лимфа попадает в лимфатические стволы. Основными лимфатическими стволами являются правый и левый еремные, отводящие лимфу от области головы и шеи, правый и левый подключичные, осуществляющие отток лимфы от верхних конечностей, правый и левый бронхосредостенные лимфатические стволы, по которым лимфа оттекает от грудной полости, правый и левый поясничные лимфатические стволы, осуществляющие отток лимфы от нижних конечностей, области таза и брюшной полости, и кишечный ствол. Это непостоянный ствол, по которому лимфа оттекает от органов брюшной полости. Все лимфатические стволы соединяются в два протока – грудной и правый лимфатический. Грудной проток имеет длину 30-40 см и образуется путем слияния двух поясничных стволов на уровне 12-го грудного – 1-го поясничного позвонков. Часто принимает в себя непостоянный кишечный ствол в поясничной области. Вблизи своего начала грудной проток имеет небольшое расширение, которое получило название «млечной цистерны». Проходя через артальное отверстие диафрагмы, проток оказывается в грудной полости, где располагается в заднем средостении между аортой и непарной веной. На уровне 3-5 грудного позвонков он клоняется влево, а на уровне 7-го шейного позвонка принимает левый еремный, левый подключичный и левый бронхосредостенный стволы, после чего вливается в левый венозный угол. Грудной проток отводит лимфу от левой половины головы и шеи, от левой верхней конечности, левой половины грудной полости, от брюшной полости, от области поясницы и таза, а также от нижних конечностей. Правый лимфатический проток имеет сравнительно небольшую длину, порядка 10-12 мм. Он формируется из правого еремного, правого подключичного, а также правого бронхосредостенного стволов. Впадает в правый венозный угол или в правую подключичную вену. Правый лимфатический проток собирает лимфу от правой половины головы и шеи, правой верхней конечности и правой половины грудной полости. К лимфоидным органам относятся лимфатические узлы, красный костный мозг, тимус, селезенка, а также скопление лимфоидной ткани в стенках полых органов, дыхательной и пищеварительной системы. Одним из важных элементов лимфатической системы является биологический фильтр. Роль такого фильтра выполняет лимфатический узел. Лимфатический узел имеет округлую или бобловидную форму и размеры до 1 см. С выпуклой стороны к нему подходят приносящие лимфатические сосуды, а на вогнутой стороне в области его ворот входят артерии и нервы и выходят выносящие лимфатические сосуды и вены. Лимфатический узел, как любой паренхимный орган, имеет строму и паренхиму. Строма органа включает в себя капсулу из плотной неоформленной соединительной ткани и отходящий от капсул вглубь органа тробекулы. Паренхима органа представлена ретикулярной тканью, в петлях которой находятся клетки лимфоцитарного ряда. У паренхима можно выделить корковое и мозговое вещество. Мозговое вещество светлое лежит в центре, ближе к воротам узла. Представлено мозговое вещество мякотными тяжами. Корковое вещество темное находится на периферии, ближе к капсуле органа. В корковом веществе содержатся лимфоидные узелки, фолликулы. В фолликулах происходит пролиферация B и T лимфоцитов. Красный костный мозг располагается в ячейках губчатого вещества, плоских и объемных костей, а также в диаписах длинных трубчатых костей. С возрастом примерно в 20-25 лет часть его перерождается в желтый костный мозг. В милоидной ткани костного мозга содержатся стволовые клетки, дающие начало всем видам клеток крови и иммунной системы. Из костного мозга в кровь попадают эритроциты, тромбоциты и лейкоциты, а в органы иммунной защиты поступают иммунокомпетентные клетки. Селезенка располагается в левом подреберье между 9 и 11 ребрами. В строении селезенки выделяют две поверхности – диафрагмальную и висцеральную. В области висцеральной поверхности имеются ворота органа. Кроме того, у селезенки имеются верхний и нижний края, передний и задний концы. Капсула органа прочно срастается с окружающей орган брюшиной. От капсулы внутрь органа отходят тробекулы, между которыми находится пульпа селезенки, представляющая из себя паренхиму данного органа. Пульпа бывает двух видов. Белая пульпа, представлена шаровидными скоплениями лимфоидной ткани. В ней происходит пролиферация Т-лимфоцитов в эффекторные клетки. И красная пульпа, состоит из селезеночных тяжей. Ее функциями являются уничтожение клеточного материала, в том числе эритроцитов, образование антител, депонирование крови, снабжение организма желчными пигментами. Тимус или белочковая железа – это орган иммунной защиты. Она состоит из двух асимметричных долей – правой и левой, которые срослись между собой. Формируется тимус раньше других органов иммунной системы. Интенсивный рост вилочковой железы происходит в первые три года жизни ребенка. После 20 лет в органе происходит разрастание соединительной ткани, что ведет к замене лимфоидной ткани на жировую. В раннем детском возрасте тимус занимает шейно-грудное положение, но в течение развития организма продвигается в сторону грудной полости. Каждая доля тимуса окружена соединительной тканой капсулой, от которой внутрь органа отходят тербекулы, делящие орган на доли. Периферическая часть доли носит название коркового вещества, оно заполнено лимфоцитами. Центральная часть – это мозговое вещество, в нем содержание лимфоцитов меньше, чем на периферии. В мозговом веществе происходит выработка таких веществ, как тимозин, фактор роста и инсулиноподобный гормон. Строма органа представлена ретикулярной тканью и эпителиоретикуляцитами, которые, слущиваясь, образуют в мозговом веществе тела гассаля. В тимусе происходит дифференцировка стволовых клеток в Т и В лимфоциты, которые затем поступают в лимфу, вместе с которой разносятся в периферические органы иммунной защиты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова